У меня очень короткое послание, не бойтесь, я долго не буду говорить. Помните, я вчера сказал, у меня есть слово для женщин и для детей. И во время прославления просто я получил это слово, просто случилось. Когда Розан поднялась, начала поклоняться и вести, послушайте меня, взрослые, очень внимательно, не упустите это. Это не просто что-то миленькое. Это Дух Божий, зашедший на детей. Чтобы они могли вести. Писание говорит, что малые будут прокладывать путь, вести. Понимаете, что я вам говорю? Бог, Духом Святым, будет сходить на них. И нам надо будет слушать, что Он будет говорить через них. Потому что если мы не будем прислушиваться к ним, мы пропустим Иисуса. Понимаете? И это не что-то просто миленькое. Но Бог призывает их. Он полагает свою руку на них. И Он говорит, я собираюсь сделать что-то с этими детьми. Поэтому не уйдите с пути, не пропустите. Не препятствуйте этому. Простите. Вы все еще можете быть мамами и папами. Но не удивляйтесь тому, что Бог будет в них взращивать. Я помню, мне было 15, и я был наполнен Духом Святым. И мысли, которые я имел, то, что я понимал, я понимал, что я понимал больше, чем взрослые, которые вокруг меня, по поводу Духа Святого. И это была правда. Они этого не осознавали. Но сейчас, оборачиваясь назад на свою жизнь, я понимаю, что это был Дух Святой в моей жизни. И сегодня особенный момент. Скажите кто-нибудь, спасибо, Господь. Ты так благ, Иешуа. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, Господь. Аллелуя. Позвольте этому продолжаться. Экклесиаста 3.11 Можно на экраны вывести? Экклесиаста 3.11 Все соделал Он прекрасным в свое время. И также вечность Он вложил в сердца людей. И никто не может постигнуть то, что Бог сделал от начала и до конца невозможно. Что Бог с нами сделал? Он поместил вечность в наше сердце. Мы не сможем своим разумом постичь все, но Бог может. Но мы были созданы по Его подобию и образу, и у нас есть Его Дух. И то, что происходит иногда, Дух Святой не приходит в ваши эмоции и в ваш разум. Он приходит в ваш Дух. В ваше сердце. В вечную часть вас. И когда Он приходит, что-то внутри нас знает Его голос. Мне нравится было смотреть на всех этих детей и подростков, когда они плакали и слезы текли на их лицах. Вы не можете это искусственно сделать. Это вечная частичка внутри вас. И сегодня заглавие о нашей проповеди должно быть «Как любить людей, которые не любят тебя?» Вы не можете. Это невозможно. Если вы это можете, скажите мне секрет. Я не знаю, как это делать. Когда я помню, что он был молодым служителем. Мой друг. Я молился за него, потому что я знал, что он призван быть пастырем. Простите, я прерву. Я очень интерактивный. Видите вот этих людей? Видите? Поддержите, пожалуйста, покажите все. И помните, вчера меня спросили, как я взаимосвязан с еврейскими евреями? Помните, я сказал, в восемь я встретил своего первого еврея. Восемь лет. Я помню, что он сказал, что он еврей. Я испугался этого и не говорил с ним несколько недель, потому что я думал, что что-то неправильно с этим. Но он был моим близким другом. И неделями я пытался избегать его, потому что я боялся того, что он мне сказал, что он еврей. Потом я прошел через это. Я пытался сам себе придумать объяснение, что значит быть евреем, но я так и не смог. Больше, чем сорок лет спустя, Фрэнк, это мой первый еврей, написал мне на Фейсбуке. Мне было тогда восемь. И мы были очень близкими друзьями. Но, понимаете, он до сих пор фотография, где мне восемь, он хранит ее. У него все еще есть фотография. Знаете, раньше мы фотографировались в школах и давали друзьям свои фотографии на память. И вот мой первый еврей хранит мою фотографию больше, чем сорок лет. И он только сегодня утром мне написал. Но это не первый раз, когда он написал, но сегодня он мне написал. С утра. И знаете, он знает, что я в Украине и общаюсь сейчас с евреями. И если вы посмотрите на него и супруг, они достаточно религиозные евреи, консервативные евреи. И он не понимает этого. Но я имею чувство, что в один день он поймет. Я верю в это. Давайте сейчас помолимся за него и его супругу. Talk to Yona. Come here and pray for them. You got this many praying, something's going to happen. Когда ты столько много молитвы, значит, что-то будет произойти. Вот это евангелизация сейчас. Мы благодарим тебя за эту пару, Господь. Мы благодарим тебя за Фрэнка, за его жену. Господь, я благодарю за их жизнь, Господь. За то, что твои цели, твои предназначения, Господь, они совершаются в его жизни. Господь, я благодарю за то, что ты настолько чудесным образом избрал их, Господь. И ты имеешь через Иоанна, друга, Господь, послал его в жизнь. И, Господи, прошу тебя, чтобы ты прикоснулся своим духом, Роха Кодешем, сейчас в его жизнь, Господь. Да откроются его сердце, и, Господи, его духовные глаза, Господи. И уйдет пелена с его глаз, Господи. Да увидят они того, кто умер за него, кто пострадал. И, Господи, ты хочешь спасти в этот час. И, Господи, я благодарю за то, что ты все делаешь во благо для людей. И, Господь, мы просим, прикоснись и спаси его, спаси его семью, его детей, Господь. И благослови его жизнь, благослови таким образом, чтобы он настолько прикоснулся к тебе, чтобы он дальше мог нести эту весть, Господь, чтобы он не погиб, Господь. Но мы благодарим тебе за его жизнь, во имя Ишуа. Аминь. Аминь. Спасибо. Тадараба. Тадараба. Спасибо большое. Дзянькую. Это сделало приятное моему сердцу. Я такой человек, что если ты мой друг, ты мой друг навсегда. И, Господь дал мне этого друга в восемь лет, и он до сих пор мой друг. Бог помещает частичку в вечности в ваше сердце. И вот у меня, возвращаемся к нашей истории, у меня был друг, я хотел молиться за него, потому что чувствовал, что он призван быть пастырем. Он сидел на задних рядах церкви. И где-то через два года он подошел и сказал, мне надо с тобой поговорить. В церкви это было. Я говорю, ну давай поговорим. Он говорит, нет, пошли в твою машину. Он говорит, у меня есть что-то, что я должен тебе сказать. Мы сели в машину, закрыли двери, закрыли окна. И он сказал, мне надо что-то тебе сказать. Он сказал, Бог призвал меня быть пастырем. Но у меня есть проблема. Ну, все знаете, у нас есть грехи, ошибки, падения. Я говорю, в чем проблема? Он говорит, я ненавижу людей. Я ненавижу людей. Я говорю, хорошо. Аллилуйя. Аллилуйя. Я знаю, что ты точно призван. Как же любить людей, которые не любят тебя? Как же любить людей, которые не любят тебя? Ты не можешь. Как можно быть пастырем людей? Ты не можешь. Это невозможно. Единственный путь, если у вас есть любовь Иисуса и Шоа. Знаете, служение может быть очень сложным, если вы будете пытаться его делать своими личными способностями. Вы будете уставшими, обиженными, разочарованными, расстроенными, злыми даже. И если вы находитесь в служении, то сегодня, наверное, самое лучшее, что вы можете услышать, это то, что вы можете сказать Богу, я не могу это сам сделать. Можно делать, заниматься чем угодно. Кто из вас, поднимите руки, чувствует, что в вашей жизни есть что-то, что сами вы сделать не можете? Может быть, любить кого-то, может быть, прощать кого-то. Может быть, мамой, быть папой. Может быть, пастырем. Вы не можете, вы правы. Это невозможно. Поэтому давайте попросим Господа. Давайте отдадим это Господу. Прямо сейчас отдайте это Господу. Я больше не буду пытаться это делать сам по себе, своими способностями. Я исповедую, что не могу это делать сам. Помоги мне, Иешуа. Помоги мне, Иешуа. Я даю тебе возможность. Ты приди и делай то, что я не могу делать, а я воздам тебе славу. И я буду учиться доверять тебе, Господь. Аминь. Хорошо. Я не особо буду проповедовать, у нас будут такие духовные передачи. Хорошо? Это нормально? Я могу подготовить замечательную учение, проповедь. Впечатлительную даже, впечатляющую. Но я не собираюсь впечатлять вас. Когда Бог создавал нас, Он создал нас по Своему подобию. 1 Thessalonians 5, 23, says He created you with a body, a soul, and a spirit. И 1 Thessalonians 5, там говорится, что Он сотворил нашу душу, тело, наш дух. Reach over to somebody next to you and pinch them and say, this is your body. It's your body. Okay? Okay, now pinch somebody else and say, you have a good body. You look good. You look good. Thank you, you look good too. You look Georgious. So, what is your body? Your body is the place you live. I am not my body. My body is only the place that I'm living for now. It's my temporary home. It takes me from California here on the airplane. But my identity does not come from my body. But my identity does not come from my body. It's not who I am. See, I meet many young people, but I'm younger than them. So, I spend most of my life teaching people 18 to 21 years old. And I'll spend about 20, 30 hours with them in a week. And with many of them, I tell them, I'm younger than you are. And with many of them, I tell them, I'm younger than you are. Now, my body may be older. Maybe my body may be older. But you're already old. You know what makes you old? When you don't learn anything anymore. When you already know. And I meet many people who are 20, 21 years old, and they already, they know everything. And then I meet others who are hungry. See, what makes you young is what's on the inside. I do more crazy things than a lot of younger people. I've always said, when I die, I don't want to die eating a chicken bone. I mean, I want a great white shark to eat me. I mean, that's a good story. Do you know, only one week ago, a mountain lion ran by me. Really. In my house, in my yard. A mountain lion. Puma. At four o'clock in the morning, my dog woke me up. German shepherd. Четыре часа утра, моя овчарка, любимая собака, разбудила меня. So I went into my backyard. И я вышел во двор. And my dog. И моя собака просто вылетела. And I walked up the stairs. We had a hill. И я поднялся по ступенькам на холм. And this white flash come by, and I hear this. Boom, boom, boom. It's the pads of the puma. И такое белое тело промчалось, и с лапами так слышно было, как двигалось. And he's about as far as here to the screen. И она была настолько далеко, как от меня до экрана. And maybe two seconds, he went about 30 meters. И буквально в две секунды она была уже в 30 метрах так промчалась. And up over a big fence. If I go, I want a puma to eat me. If I go, I want a puma to eat me. See? I'm not old. I'm not old. You understand? Young people do crazy things. They do stupid things, right? One of the glory of things about being young is you can be legally stupid. And then you get a certain age, and they say, you can't be stupid anymore. I have a body, and I have a soul. So when God created you with a body, what is the purpose of the body? Бог создал вас в этом теле. Какова же цель этого тела? It's to connect you to the physical world. Чтобы у вас была связь с физическим миром. Правильно? Прикасаться, видеть, нюхать, чувствовать. Это цель. I negotiate my way through a physical world through this body. Я исследую этот физический мир через свое физическое тело. But then first Thessalonians says, God gave you a soul. Но также Бог дал душу, согласно первого Фессалоникийца. So what does your soul connect you to? Так с чем вас связывает ваша душа? Yourself. С вами. See, your soul makes you self-conscious. Ваша душа делает вас вами сознательными. So your emotions, your thinking, your intellect, your decision making. Эмоции, интеллект, ваши мысли, ваши решения, которые принимаете. This is the realm of your soul. Это сфера вашей души. Hebrew says even your conscience is part of your soul. Книга евреям говорит, что даже совесть часть вашей души. И Писание говорит о том, что Дух Святой очищает нашу совесть, чтобы мы могли служить Богу с чистой совестью. So my body connects me to the physical world. My soul connects me to myself. What does your spirit do? Итак, мое тело имеет связь, связывает меня с этим физическим миром. Душа связывает меня с моей сущностью. Для чего нам Дух? You all know. Все знаете? Your spirit connects you to God. To spiritual things. The spiritual realm. So many times you will know or feel something in your spirit that you don't know yet in your understanding. Поэтому если вы что-то чувствуете и понимаете в своем духе, то не обязательно, что вы будете понимать и иметь знание об этом. So you did so well tonight. И вы сегодня очень хорошо справились. You didn't have to understand everything. You let go and the Holy Spirit came. Вам не все надо понимать. Вам надо просто позволить двигаться. Вы позволили Духу Святому двигаться. And the Holy Spirit was doing something that we didn't understand, but he's filling people. Но Дух Святой двигался, делал что-то. Мы не все понимали, но он приносил исцеление. Когда Дух Святой наполняет ваш дух, мы переживаем разные вещи. Некоторые люди очень эмоциональны. А некоторые вообще не эмоциональны. И это не делает вас более духовным или менее духовным. Потому что эмоции — это сфера души. Но некоторые люди переживают глубоко некоторые вещи и даже могут плакать. А для некоторых это просто спокойное, тихое время. Но все это — сфера души. Если мы собираемся достигать людей, как мы по-настоящему достигаем людей? Мы должны достигать людей, прикасаясь к их Духу. Мы должны достигать их сердца. Не их головы. Не их головы, их сердце. Достучитесь до сердца, и понимание придет в свое время. Но мы должны говорить в сердца людей. Как много песен написано о разуме любовном? Не так много. Они все о сердце. Правильно? Когда я встретил свою супругу, влюбился и понял, что хочу жениться на ней, я составил ей список причин, почему я должен это сделать и почему она должна выйти за меня замуж. Если я хочу, чтобы человеку я понравился, мне надо приятные вещи делать. Правильно? Мне надо достичь ее сердца. У меня не было причин, разумных объяснений. О, у нас у двоих одинаковое призвание, мы должны жениться. Нет, это тайны сердца. Что делал Ешуа? Делает. И мне нравится это. Он приходил и удивлял всех. И он достигал сердца людей. И они говорили, я последую за тобой куда угодно. Как мы можем научить людей, заставить людей жертвовать? Мы не можем, это невозможно. Ты можешь использовать чувство вины, я пастр, я сказал тебе, делай так. И многие ответят, да, да. А потом они уйдут и скажут, ага. Но ты должен сказать, я люблю тебя, показать им, что ты любишь их. И ты захватишь, завоюешь их сердца. И если у тебя будет их сердце, они последуют за тобой куда угодно. И для этого не надо быть гением, чтобы понимать это. Служение — это вопрос из сердца. И люди должны знать, что ты пожертвуешь чем угодно, потому что ты любишь их. И если я буду жертвовать в твой адрес, любить тебя, то ты меня будешь любить в ответ. Правильно? Где-то год назад я говорил в группе в Берлине. И я учил там в библейской школе, это была часть церкви. И был парень там из молодежь с миссией. И он сказал, у нас тут есть общество, община, можешь ты приехать, поделиться там. И я прибыл туда, и было подобное количество людей. И, наверное, 50? 50. 50 национальностей там находилось. 50. И перед тем, как я начал говорить, лидер говорит, слушай, сегодня надо быть осторожным. Я переживаю по поводу некоторых людей. Я люблю очень пастора Олана, и он доверил мне их. Он рискнул, взял его и рискнул. Я знаю сам себя, я могу быть непредсказуемым. Это бывает опасно. Это часть моей слабости. Я исповедую это перед вами. Я сейчас исповедую, это моя проблема, я непредсказуемый. Большой рот у меня. Да, 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 да. Мы все имеем что-то. Каждый из нас что-то имеет, правда? Правда? Но я работаю над этим, и я становлюсь лучше, поверьте. И он говорит, осторожнее, потому что где-то 30 мусульман будет здесь. Они придут из лагеря беженцев. Итак, у нас были мусульмане. Иран, Афганистан, Ирак, Сирия. Со всех этих стран. И когда мы поклонялись, они вообще ничего не поняли. И у них не было никакой этой связи, и все, что они сидели, сидели в их телефонах. И вы знаете, да, это происходит везде сегодня. Если люди ничем не занимаются, они сидят в телефонах. И я очень уверен, что если у них вытащить из рук телефоны, они все равно будут ходить и делать вот так пальцами. Мне кажется, многим надо освобождение. Шучу. Я сказал, что у меня большой рот. Говорю много. И я подумал, что же мне делать со всеми этими мусульманами? И Дух Святой сказал, говори в их сердца. Говори в их сердца. И я начал служение, и начал говорить немцам, почему они немцы. Я знаю немцев хорошо. Хочу честно сказать, мне нравятся немцы. У немцев такой фасад строгий. Это их культурная. Но у них на самом деле большие сердца. Они любят давать и на самом деле любят делать. Когда немцы дают, и ты говоришь, о, спасибо. Он говорит, не надо благодарности. Не благодари меня. Не за что. И такой. И я начал говорить немцам, почему они немцы. Потому что вот эти 50 национальностей сидят в этой комнате. в Германии. И они не понимают о том, как мыслят немцы. И я дал несколько примеров, и мы уже перешли на шутки, и все начали понимать. И я сказал, кто из вас немцы? И где-то человек 45 поднял руки. Я говорю, так, послушайте меня, я знаю немцев даже до того, как вы родились немцами. 45 лет знаю немцев. А потом я начал говорить о различиях культуры между, например, Нидерландами и немцами. И по поводу футбола начал объяснять им, что для Нидерландов очень сложно победить немецкую команду. И это было однажды в истории. Это не вопрос физической подготовки или таланта. Это вот тут. Потому что в нашей культуре есть дисциплина. Но разница между нами и немцами, потому что я с Нидерландов, мы почти похожи. Но нидерландцы, они более артистичны, больше творчественные в своей культуре. Понимаете, культура проявляется даже в футболе. Кто-нибудь замечал это? Это правда. Когда мы играем, это наша сила. Самые лучшие мировые игроки, они при Нидерландах. Которые вот так вот мыслят творчество. Но вот что происходит. В нашей культуре мы очень высоко ценим права друг друга. Поэтому Нидерланды всегда были местом убежища. И Нидерланды были той страной, которые принимали наркоманов с Италии, с других стран Европы. Потому что там наркоманов не садили в тюрьму, там им давали медицинское лечение. В Нидерландах. Это сильная сторона нашей культуры. Но когда давление приходит, то тогда индивидуальные права или ценность становятся важнее, чем групповые. А вот с немцами, когда давление приходит, то немцы, особенно играя в команде, они все свои личные эго приглушают и ставят наверх цель команды. И они способны в короткое время мыслить как команда, и они выигрывают. Никто не хочет, чтобы немцы играли в мировом кубке. Знаете почему? Вот поэтому. И я вот говорил о вот таких разницах культур. Вы вообще слышите, о чем я вам говорю? Слушайте, мы иногда становимся более религиозными, чем сам Иешуа был. Вы должны общаться с людьми на их уровне, там, где они находятся. И вот в этот момент уже все начали слушать меня. И потом я начал рассказывать о том, как я не искал Иешуа, но Иешуа пришел и нашел меня. И немного поделился своей историей. Я говорил в их сердцах. И через несколько минут я сказал, давайте все встанем. И я сказал, те из вас, кто хотят сегодня принять Иешуа и Иешуа в свое сердце, поднимите обе руки. Все мусульмане подняли руку. И мы молились, и они начали принимать Иешуа. Вы можете говорить о футболе, а потом привести людей к Иешуа. Послушайте, будьте внимательны, и не станьте сверхрелигиозными, чтобы ошибиться, и чтобы не делать ошибок. Потому что люди могут не понимать ваш язык больше. Чтобы достичь людей, вам надо говорить в их сердце. Понимаете? Говорите в их сердце. Я был на стена, стена плача, западная стена, как они называют ее. Я заказала ее, она мой особый переводчик. Каждый раз она лучше и помазана. Это не перевод, это помазание. И есть еще люди, но это не перевод, это помазание. Потому что ты будешь проповедовать. Потому что ты будешь проповедовать. Она призвана проповедовать. Она призвана проповедовать. Помолимся. Поехали. 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 Да то, что ты слышишь, то учись. Ты не просто переводишь, ты учишься. И Господь, то, что сказано, да исполнится по твоей благодати и милости. От сердца к сердцу, как от твоего Духа Божия. Научи. И быть мягкой. Сердцу. Аллилуйя. Thank you, Lord. Amen. 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 You ready? Готово? Yeah. I'm going to talk about 10 more minutes, okay? Can you do 10 more minutes? Выдержите 10 минут. Okay. All right. So the first time I was in Jerusalem, remember I told you, I've never really gone to Jews, but Jews come to me for some reason. I don't know why. I don't know why. I don't know why. I still don't know why. I don't know why. I don't know why. I said why. It was aẻ�. и служение им. Они просто приходили в мою жизнь. И в 70-е годы евреи начали приходить и искать Ишуа. Это было легко. Это было привилегия. И вот я в этом самом святом месте в Иерусалиме. Это был вечер, и это было время Интефады. И так не много туристов. И я делал то, что все люди делают, когда приезжают туда. Пошел к стене молиться. И не так много людей там молилось. Но где-то 40 хасидов рядышком молилось. И я был где-то в 20-30 метрах от них. Я помолился, потом отошел от стены и посмотрел на них. И было два молодых хасида смотрящих на меня. Эти бороды, пейсы. Как вы знаете, что Бог что-то делает? Как узнать, что Бог что-то делает, что чудеса происходят? Записывайте это. Когда что-то начинает происходить, что обычно или нормально произойти не может. Тогда будьте внимательны. Я не такой супердуховный, который всегда все знает. Я, наверное, самый недуховный среди всех святых. Серьезно. Но Бог все еще использует меня. И он знает меня хорошо, и я говорю вам правду о себе. Почему Бог все еще использует меня? Наверное, чтобы другие почувствовали себя хуже немножко. Потому что вот сидят духовные, и их не используют, а вот Бог использует такого недуховного, как я. Это благодать Божия, люди. Если бы не Его благодать, я бы не прибыл. Это истина. Итак, что-то необычное тогда происходило. Эти два хасида просто смотрели на меня. И я начал двигаться в этом направлении. А они все еще смотрели на меня. И я приблизился еще чуть-чуть. И они говорят, привет. Потому что они не должны были со мной говорить. Я мертвец. Я не еврей. Я не чист для них. Я мирской. Это же самое святое место. Это же стена, чтобы держать таких, как я, подальше от них. Это же там есть охрана, чтобы не пускать таких, как я туда. И если я приблизился бы к такому святому месту, полиция должна была меня в тюрьму посадить. А они говорят, привет. Привет. И вот что они сказали мне. Он сказал один из них. Ты знаешь Бога, не правда ли? И я такой, да. Но я сказал, я христианин. Они не убежали, они продолжали говорить со мной. Один из них был из Бельгии. Я не помню, откуда был второй. Они начали задавать вопросы, откуда я. Мы говорили, а те хасиды, которые молились у стены, перестали молиться. И все эти хасиды от молитвы пришли к нам. Я говорю вам правду перед лицом Божьим. Это истинно. Я не лгу. И они перешли вот этот барьер. И вот от 20 до 35 этих хасидов окружили меня. И я такой, что мне сейчас делать? Я не знал, что мне делать. Я не знал, что мне говорить. Но мне надо было думать быстро. И the Holy Spirit very quickly speaks to me. Это message of reconciliation. И я said, I... Is it okay? No, it's okay. Okay. So I said, I want you to forgive me. I told them, I want them to forgive me. Can you hear? I want... I want you to forgive me. I said, I'm a Christian. I want you to forgive me. And I said, we, as Christians, have not been, you know, good to you as Jewish people. And so I want to ask you forgiveness for what we have done. as followers of Jesus. And now the young Hasidic Jews are not talking anymore. And the young Hasidic Jews are not talking anymore. Now the older, the eldest begin to speak. And they said, the forgiveness of the Lord is to many generations. And they began to speak words to me of forgiveness. And one said to me, it's okay, it's alright. And I said to him, no, it's not alright. I said, I believe that we are under a curse because of what we have done. I said, I believe that we are under a curse for what we did. No, 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 no. They were all of them. No, 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 no. They were being this gracious to me. They were being this gracious to me. this kind to me. They were being this kind to me. And I said, no. I said, do you remember the story of Saul and the Gibeonites? King Saul and the Gibeonites, the people of Gibeonites. And I said, помните царя Саула и and then they looked at me like who is this person? Because when I reminded them of the story, they knew what I said was true. Because when I reminded them of the story, they knew what I said was true. Briefly, you remember King David and the people were suffering under a famine because of what King Saul did to the Gibeon people. Помните, во времена Давида люди страдали от голода за то, что царь Саул делал. И они были под проклятием. Давид не согрешил. Саул согрешил. So they knew what I was saying, that we as Gentiles are under a curse because of what we have done to you as Jewish people. И они знали, о чем я говорю. И я говорю, мы, не евреи, ходим под проклятием за то, что мы сделали злое в адрес евреев. И я сказал, помолитесь ли вы за меня? И они начали все листать молитвенники своих. Because I guess they don't pray like we do. И они начали искать молитву в своем молитвеннике, подходящую. Потому что они же так не молятся, как мы с вами молимся. И я помню, что вроде двое самых таких пожилых что-то сказали на еврите. И потом они ушли. Может быть, такое подобное никогда больше не произойдет. Но это была духовная передача. Что-то изменилось. Now this is what I want to say to you women. Give me this next five minutes. Don't play too loudly. Okay? I know you're trying to make me go. It is very subtle. No, don't worry. Now I want to say something to you as women. This is the word of the Lord. Like with the children. As the same as the children. Будьте как дети. Как дети. Сегодня. Дух Святой хочет излиться на женщин. In a special way. Особенным образом. Потому что Господь хочет сделать что-то с вами. И это происходит сегодня. Бог хочет использовать вас. Он хочет делать что-то прекрасное и сильное. Я женат уже 37 лет. И после 30 лет я чему-то научился. Это правда. Я осознал, женщины умнее мужчин. У мужчин есть сила и способности. Библия говорит, что вначале Бог создал Адама. Адам был как бы двухсторонний. Он был внутри как мужчина и женщина. И Бог говорит, я создал тебя, мужчину и женщину. По своему образу. Поэтому, когда вы думаете о Боге, есть часть женская. и часть мужская. Все качества и силы, которые есть в женщинах, они от Господа. Они в Господе. И половина есть у мужчин, и половина есть у женщин. И время пришло женщинам стать посильнее. чтобы занять те места, которые Бог призывает вас занять. И это не битва между мужчинами и женщинами роли. Но стать тем в полноте, кем Бог призывает тебя стать. И наша цель, наше призвание мужчин служить вам. See? To free you to be everything you were called to be. Высвободить вас, чтобы вы стали всем тем, что Бог призывает вас стать. So as a man I say to you like I said to the Jews. Forgive us as men for we have sinned against you. And we've not served you. We've used you. We've not appreciated you in the way that God made you to be. And it's not always intentional. It's not our purpose. It's not our plan always. It's because we don't understand. And so I believe God wants to loose you women in the ministry to be everything we need you to be. because we can't do it without you. See, we need you more than ever. We should do our part. But for us to live in this day and in this world we're in, we'll only be successful if we do it the way God designed us. His plan. So, will you forgive us? Will you forgive us? Please forgive us. Let's start new. Let's start fresh. Can we do that? I began to realize women are smarter than men. You get five men together that haven't seen each other for five years. and we get together and talk. How are you? Well, my lawnmower is not working anymore. My tractor. I went and walked in the woods and I got lost. Pошел в лес, потерялся. Why didn't you bring a compass? Well, that's good. Well, that's good. You know. Now you get five women together. They haven't seen each other in years. And they all talk at the same time. Every one of them quickly, fast, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. And every one of them understands everything everyone is saying. True. Right? If that doesn't prove you're smarter than us, nothing can. You're definitely smarter than us. We're not capable of this. You know, one woman talks to me fast and I'm like, slow down. So, whoa, 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 slow down, it's too much. Right? It's because they're smarter than us. It doesn't mean we don't have intelligence, but we are different. это не значит, что мы не имеем интеллекта you ask a woman about children and the friends, they know every detail and men, we're vaguely aware of these young, small things running around our feet but the women, they know everything understand? the women are so special they're so beautiful and they're so gifted you, женщины, такие одарованные такие замечательные no, but it's true it's just true it's just true but men have our, we have our gifts so I don't say this we hear a lot about men we don't need to know about men we've heard about men forever we know what we do we do some things well men are more steady women are more and part of the strength of it is true but part of the strength of a man is to be more steady we're more steady but we're also a little slow so be patient with us okay? because we think we're smarter than you in our heart in our heart it's true it's true in our heart we think this but some of us after about 30 years of being married realize you know what I think my wife may know a little more than I do and it's so hard to admit it it's difficult it is it's difficult but it's kind of freeing it makes you free now I have to tell you one thing important about men you're going to love me men for this okay? before we end до конца я еще одну скажу для вас мужчины и вы полюбите меня because remember I'm talking to 18 to 28 most of the time and every time I say this all the men agree all the boys agree and all the girls look like no can't be true okay? I said we're simple you know what our most important two needs are? знаете какие две большие нужды? one one is to feed us накормите нас we want to eat мы хотим кушать мяско I know it's incredibly simple you get women you give them a couple carrots and a piece of lettuce and they're all happy ба-ба-ба-ба вы можете дать женщине кусочек морковки там чего-нибудь и она будет счастлива салатик and we begin to have a personal crisis when you do this we need to eat нам надо поесть it's really important to us it's an emotional need alright? it's not that women should have a different role I do a lot of cooking at home you know I do a lot of cooking at home I like to cook but the fact is we just need you to feed us a good meal for you young girls just remember it may help you one day okay? what I'm saying to you is it's more important than you realize here's the second one you have to tell us that we're great alright we're basically we're basically very insecure I hear all the time some of the greatest preachers in the world I really do I meet them and all of them on the way home they go to their wife was it okay? and the wife needs to say yes you're wonderful you're great you can do anything I need so if you feed us and you tell us we're great we can do almost anything so let's all stand to our feet so I want to pray now for all you women and I want you men to join with me and let's bless the women let's bless the women let's begin to speak out the good things and our appreciation for the women that are here let's thank the Lord for all the women who are here and I tell you the Holy Spirit is going to fall on you in this coming time in your life he wants to do great things and he can start to do great things and he can start and he can do good things